Международные экзамены по английскому языку с каждым годом становятся все популярнее. Это связано с новыми требованиями на рынке труда. Все больше и больше людей хотят работать и учиться за границей. Проблема в том, что международных экзаменов на знание английского языка как иностранного существует около 20. Как не потеряться и разобраться в них, нам сегодня помогут гости нашей студии. У нас в гостях Инна Ступак, декан факультета лингвистики и перевода МГУ. Грэм Джонс, директор Лондонской школы английского языка. Здравствуйте. И Юлия Пескова, студентка третьего курса факультета лингвистики и перевода. Здравствуйте. Всем спасибо, что пришли к нам в студию. Давайте для тех, кто не знает, что такое международный экзамен по английскому языку, где его сдают, кто его принимает, как это вообще происходит. Окей, Грэм, what is the international English language exam at all? International exams test your knowledge of English in, for example, speaking, writing and overall knowledge. And they are recognized all over the world, from London to Timbuktu to Odessa. Эти экзамены признаны во всем мире, всеми работодателями и работниками. Они позволяют выяснить ваш уровень языка, в целом на каком уровне, и тестируют ваше говорение, чтение, письмо. Где они проходят? Кто их принимает? Окей, where people can pass these exams? Well, of course, in Odessa you can take them at my school, the London School of English, as we are a Cambridge exam center, and Cambridge is probably the most recognized international exam in the world, I would say. Здесь, в Одессе, вы можете сдать эти экзамены в школе Грэма, называется она English Language School, и, в принципе, по Одессе очень много признано знают эту школу. Инна, я знаю, что подготовиться можно вот к этим экзаменам в Международном гуманитарном университете, есть курсы подготовки, правда? Абсолютно верно. Благодаря сотрудничеству с Грэмом, с 2018 года, с весны, факультет лингвистики и перевода будет центром по подготовке и сдаче международных экзаменов по английскому языку Cambridge. Для этого на факультете лингвистики и перевода созданы все условия. У нас в штате работают сертифицированные преподаватели английского языка уровня C1, это не только английский, немецкий, французский, китайский. У нас хорошая материальная и техническая база. Наш учебный план составлен таким образом, что он предусматривает обязательные международные стажировки для студентов. У нас в штате работают носители английского, немецкого, французского и китайского языков. И студенты имеют возможность посещать языковые клубы с носителем языка. И все это в комплексе дает возможность подготовиться качественно и сдать международный экзамен по любому иностранному языку, любого уровня. Горем, как проходит этот экзамен? Из чего он состоит? Это классический экзамен, билет, вопрос, абитуриент, преподаватель или какая-то другая форма? В целом нет никакой разницы между разными экзаменами. Все состоят из четырех частей. Это чтение, говорение, письмо и использование самого языка. Все оценивается по шкале от 0 до 9 и в принципе просто показывает ваш уровень. То есть в целом все одинаковое. Кто те люди, которые принимают экзамены? Это иностранцы, это наши специалисты, которые готовились в Одессе? Все экзамены посылают в Кембриджскую школу, а speaking часть, то есть часть разговорная, принимаются самим носителем языка. Вот здесь, в Одессе. Инна, как эффективно подготовиться к тому, что мы сейчас услышали, к всем этим формам и к говорению, и к каудированию? Какие методы нужно применять и какие методы применяют на курсах подготовки в МГУ? Я хочу сказать, что у нас не совсем курсы. У нас факультет лингвистики и перевода, где мы изначально готовим студентов к переводческой деятельности. Соответственно, они должны обладать соответствующим уровнем В2 или С1. Для этого необходимо иметь, конечно, квалифицированных штатных сотрудников, обязательно носители языка. Обязательные условия — это международные стажировки, это языковые клубы с носителями языка. Все это применяется у нас на факультете лингвистики и перевода. И вот в этом году, извините, в следующем году весной у нас около 50 человек студентов будут сдавать международный экзамен по английскому языку Cambridge уровня В2. И среди них не только студенты факультета лингвистики и перевода, но и студенты третьего курса колледжа, экономико-правового колледжа, который обучается по специальности начальное образование перевод. Это стало возможным только благодаря тому, что студенты обучаются по уникальной методике преподавания иностранных языков. Их план полностью совпадает с учебным планом студентов 1 и 2 курса лингвистики и перевода. По инициативе Сергея Васильевича Кивалова, с прошлого года все студенты 2 и 3 курса экономико-правового колледжа, который обучается по специальности начальное образование и перевод, учатся в стенах нашего университета. И поэтому вот на данный момент, спустя 2 года, мы имеем такой ошеломляющий результат. На прошлой неделе студенту был проведен МОК-экзамен. И результат... Что это значит? Это подготовка, пробный экзамен к уровню B2. Уже понятно, кто как выучил язык. 65% студентов 3 курса колледжа рекомендованы к сдаче международного экзамена по английскому языку уровня B2. Юля, вы тоже сдавали этот экзамен? Конечно. Как его сдали? Хорошо. Есть, конечно, сразу видно, что нужно проработать, какие части, на каком уровне языка в принципе находишься. Но в целом неплохой уже уровень подготовки, так как мы уже год занимаемся в стенах МГУ. Я думаю, что есть над чем работать сейчас. Вот эти курсы мне помогут, а в целом я считаю, что неплохо. Вы приглашали носителей языка Майкла, который проводил с ними как раз этот аспект речевой деятельности как говорение. О чем вы говорили? Юля, лично вы о чем вы говорили? Каждый для вас он выбирал абсолютно разные темы для разговора. Это было и путешествия, и рассказ о себе. И главное, что это был native speaker, то есть носитель языка, который просто показывал какие-то аспекты при говорении, как правильно выразить свою мысль на английском языке. Мы сейчас много сказали уже о международном экзамене, что дает наличие сертификата, где можно работать, можно ли ехать за границу учиться или работать. И если не планируешь посвящать свою жизнь, скажем так, за границей, планируешь остаться в Украине, нужен ли этот сертификат в принципе? Грэм, какие преимущества интернационального языка certificата? Многие преимущества. Экзамен открыл много дворей, в Украине, но также в округе. Я имею в виду, что много университет в Европе, в Америке, в Америке, в Австралии, ну, все из них хотят, чтобы вы говорите хороший уровень английского, чтобы изучить английский. Поэтому интернациональный экзамен абсолютно 100% важен для этого. Но также увеличивает ваши возможности на рынке в Одессе, потому что я думаю, что Одесса становится гораздо больше интернациональным городом. В последние годы английский очень-очень важен. И чтобы иметь сертификат, который показывает ваш уровень, я думаю, что это абсолютно важен. Такой сертификат открывает множество дверей ваше будущее. И на самом деле он очень помогает при поступлении в университеты и даже в университеты за границей. Это очень важно. И помимо того, что он позволит вам найти не только какую-то хорошую работу, продвижение по карьерной лестнице, также и высокооплачиваемую работу в целом. Экзаменов международных множество, около 20, правильно? Как в них не запутаться и разобраться, какой нужен в частном конкретном случае? Может, я немножко остановился на преимуществах международного экзамена для учебы либо работы за границей. Но дело в том, что современный рынок труда в Украине требует также наличия международного сертификата. Вы, наверное, уже все знаете, что с 2016 года для того, чтобы получить степень доцента либо профессора, надо также иметь международный сертификат уровня B2, либо диплом магистра-филолога. По окончанию факультета лингвистики и перевода мы выдаем как раз диплом филолога, переводчика и преподавателя двух иностранных языков, которые полностью соответствуют требованиям, предъявляемые Министерством образования и науки Украины в плане получения научных званий доцента и профессора. С 2018 года для поступления в магистратуру на все специальности необходимо сдавать обязательно ЗНО по иностранному языку, либо иметь международный сертификат B2, который освободит от обязательного экзамена. Единственная специальность, на которую не требуют обязательно сдачи ЗНО по английскому языку, это остается специальность 0.35 филология. То есть для тех, кто хочет поступить на факультет лингвистики и перевода в магистратуру и получить диплом с квалификацией переводчик, преподаватель двух иностранных языков, ему достаточно прийти и сдать вступительные экзамены, предусмотренные Международным гуманитарным университетом. С 2018 года все выпускники школ сдают ЗНО по английскому языку, который ориентирован на уровень B1 для общеобразовательных школ, либо уровень B2 для специализированных школ. Соответственно, при приеме на работу при равных условиях выберут того претендента, который имеет не только диплом учителя иностранного языка, и также и сертификат B2, либо C1 соответственно. То есть наличие международного сертификата даже в рамках нашей страны уже является обязательным условием. Это также влияет на заработную плату, потому что если мы посмотрим на рынок труда, то спрос на учителей английского языка во много раз превышает предложения. Если учитель английского языка дипломированный не имеет сертификата соответствующего уровня B2, либо C1, то его заработная плата стартует от 10 тысяч. Если он имеет соответствующий сертификат, то его зарплата стартует от 16 тысяч. Это понимает, дипломированному переводчику в любом случае нужно иметь этот сертификат. Естественно, это будет дополнительный бонус. Дополнительное преимущество перед работодателем. Перед работодателем. Если мы говорим о работе за границей в качестве преподавателя, то наличие международного сертификата уровня C1 – это просто необходимое условие. Сейчас на рынке труда очень много вакансий для работы учителей английского языка с детьми в Китае и в любой другой юго-восточной стране, например, в Вьетнам. И наши специалисты востребованы. Очень востребованы. Их зарплата стартует от 45 тысяч гривен в случае, если у них есть диплом учителя плюс сертификат. Наши студенты тоже участвуют в этой программе, но так как у них нет диплома, есть только сертификат, их зарплата идет от 12 тысяч гривен. Но для студента, который имеет право выехать за границу, поработать и заработать деньги… Хорошая подспорья, я считаю. Отличные, отличные. А у меня вот вопрос к Юле. Вы хотите сдать экзамены, кем вы потом хотите работать? Я, знаете, так как мне университет предоставляет сразу несколько специальностей, ну то есть и преподавателям, и переводчикам, я бы хотела себя попробовать в разных направлениях. Как быть и преподавателем, так и переводчиком. Сейчас две профессии, это просто было бы прекрасно. Ну давайте все-таки выясним, я думаю, это вопрос Грэму, выясним, как выбрать тот экзамен, который нужен в конкретном частном случае, потому что их множество, их около 20. Окей, Грэм, как выбрать правильный экзамен для нас? Для того, чтобы вы нужны? Да. Окей, это хорошая вопрос. Да. Потому что, например, есть экзамен, который называется ИЭЛЦ, в самом деле это тест, вместо экзамен. Эта экзамен будет очень полезная, если вы хотите учиться в Европе. Многие люди сейчас в Одессе хотят учиться в ПОЛАН, и эта экзамен будет очень полезная. Или если вы просто хотите эмигрировать, например, работать в ИТ, в Финляндии, в Свеции, или в Франции, то ИЭЛЦ будет очень полезная. Если вы нужны, например, в университете какие-то лекарства, какие-то профессори нужны на уровне Б2, то Кембридж-экзамен ФСЕ также очень полезная. И ФСЕ – это лучший маркер Б2 уровня, я думаю, в мире. Это зависит от того, что вы нужны. Все зависит от того, какие цели вы преследуете. Если вы хотите эмигрировать в другую страну или же учиться за границей, есть такой экзамен как ИЭЛЦ, который поможет вам осуществить ваши мечты. Для того, чтобы преподавать лекции, работать в университете как квалифицированный работник, то, конечно же, ФСЕ уже подойдет. Он вообще является одним из ведущих экзаменов, который вообще следует сдавать. Поэтому ФСЕ, я думаю, это лучше. Но необходимо помнить, что все экзамены делятся на две группы. Это бессрочные, как Кембридж, да? И те действия которых в течение двух-трех лет. ТОФЛ, например. ИЭЛЦ. 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 КОSpace. ИЭЛЦ. 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 ТО VC. Акнемуmaсура самый популярный? партнеров Лондонской школы английского, университет которые хотят принимать больше и больше экзаменов, я надеюсь. Да, конечно. И IELTS набирает большую популярность в Одессе и FCE был и остается, как всегда, популярным. И это все говорит о том, что даже показывает нам университет, насколько FCE это очень востребованный на данный момент экзамен. Еще такой вопрос к Грэму. Как вам подготовка наших студентов одесских? Вы любите подготовку наших студентов для этих экзаменов? Я люблю подготовку их? Конечно, я люблю. И студенты в Украине, особенно сейчас, очень-очень мотивированы с интернациональными экзаменами. Я заметил большую разницу в последние 2-3 года. Они мотивируют, и они действительно хотят получить этот уровень B2 или IELTS, уровень 6 или 7.5. Дети Украины очень мотивированы тем, чтобы сдать эти экзамены. И, естественно, подготовка, безусловно, на высшем уровне, потому что все очень хотят достичь своих целей и мечт. Поэтому украинские дети очень-то повышают конкурентноспособность. Вот мы, например, своих студентов на факультете лингвистики и перевода ориентируем на обязательную сдачу международного экзамена уровня B2 либо C1. Это будет хороший бонус к получению диплома. Это повысит их заработную плату, улучшит их конкурентноспособность. Что ж, преимущества абсолютно понятные. Я благодарю вас за интересную беседу и полезную. А напомню, что мы сегодня говорили о международных экзаменах по английскому языку, о том, кому они необходимы и как определиться, какое именно нужно сдать. Меня зовут Татьяна Блайда. Увидимся. Счастливо.